сейчас у нас все по минимуму участников по минимуму просмотров заранее скажу если потом добавится яндекс еще какие-то 300 500 дошли до этого у меня одно утешение ребята вот это будущее книги то что мы сейчас делаем вы терпели вы слушаете и вы заметили как начинают подбирать уже эти материалов а потом очередной редактор может тот же самый Павел Троценко просто будет превращать это в текст и тогда окажется что мы с вами не зря мне нужна аудитория вы не зря сидели не зря терпели все что я говорю включая проклятие в адрес тех кто уничтожает муравьевых вот штамбу уничтожает называется как она назвали это бороздование это придумать же такое здоровое дерево искалечить мало но все равно потом искалечится вот так и живем так Антон доброго дня Вера Невни-Новгород приветствую всех и вы тоже вас приветствуем здравствуйте Бухтиара ну хоть пропусти этот самый казахстанец Бухтиара пропусти хоть одну лекцию ну сколько можно Реблик Александр Алексеевич с нами вра вот и он надеюсь не обиделся что я его назвал свадебным генералом ну а что это почетное звание так как обидно когда оказалось знаете вот Олег как получилось тот организатор этих лекций на объявлении везде то значит значит этот самый снял целый огромный кинотеатр но он показался заполненный на одну треть вот а он все хотел это и вот повел он меня это я специально для вас говорю раз в Ижевске повел он меня знакомиться с есть такой этот самый союз садоводов то ли Ижевская то ли в Удмуртии вот и там сидит дама он приводится говорит я к вам Железного привел ей говорит она чего чего какого Железного да вот да он это да у него книги да он это да он селекцию вычитает это 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 вот да здорово вот ну вы желание сама она секретарь этого Союза садоводов сама секретарь желанием появиться в этом же ну почти рядом она не это а он ей говорит знаете вот у вас тут лекции читает дама а у нее тут полный зал можно можно ли чтобы Железов зашел она секретарь командовать этим а там в зале идет лекция местного авторитета тоже посадоводство причем как раз в этот момент середина лекции вот а я тогда он говорит может Железов зайдет и позовет на завтра на его лекцию да пожалуйста только пусть договариваться с тем лектором который вот ладно подождали мы перерыва я туда зашел смотрю а там на столе полный набор это химикатов эти же красок по 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 краске значит дальше там что и тяпки лейки ну в общем вы уже поняли ее задача была ля 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 набор наверняка советов ситуации вот и под эту марку продавать все что лежало на столе вот я подхожу к ней здрасте да я Железов да ну то есть она тоже меня не знает это другой мир вот я говорю можно я обращусь к вашим вот сейчас они перекурят вы будете продолжать можно я к ним обращу чтоб они пришли на мою лекцию нет нет и все я с этим ушел вот а людям еще бы могло прийти 50 человек 100 человек могло прийти сколько бы людей бы я научил вот но тогда бы получается что они больше ничего бы не купили так что она права вот это железный занавес ну что олег я надеюсь вас развлек Катя Вежевский проводил семинар так семена алтая добрый вечер скоро вы там один останетесь это я горько говорю грустно вам могут рвануть к вам туда только если в стране будет страшно если в стране станет хуже так Елена Гречихина доброго дня Жабалдина привет вторая удача Арсен всем доброго дня так он тоже да я свинин 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 Ага всем привет Данила Н привет Солочи Хакаси под синие Данила да вам это спасибо под синие лучшее место после Сыногорска ясно? Лучшее место у вас там и прикосы растут и не укрытые и плодоносят если не каждый год то через год уникальное место ну калечить там тоже умеет очень умеет Дьякова Вологодская здравствуйте а у вас Наталья Дьякова был Вологодский абрикос он был великолепен он был среднекрупный вот но главное что его как бы вывели именно для Вологодской области и он пошел в серию много лет он давал плоды все потом он исчез Наталья Дьякова нету а догадались почему а его все этими секаторами и пилами вывели живем вывели знаете я недавно видел я не стал уже больше этому человеку звонить я его хорошо знаю он участник моего одного из моих семинаров он из Вологодской области приехал ко мне сюда в Сибирь вот я с ним лично знаком все потом он вернулся в Вологодской области потом однажды мать честная он не сам лично а кто-то там из его нет не так один из тех кто из их компании показал фотографии ему а он выставил в интернете тот же самый обязательно вот эти же абрикосы и вот этот чертовый штаб 20-30 градусов что ты будешь делать не помог ему ничем получается обидно вот вами это и вот это Вологодский абрикос искалечили и загубили и там скорее всего костроме особо это дело не двигается вот ну что идем дальше так снова Алтай Семенов так что интересно нынче куски картофеля полны божьими коровками а вот рука колорадского нет ну что я скажу может быть есть есть связь у меня нынче он пишет Семен с муравейников еще больше становится а тли практически нет только розы я обработал один раз ну так а я о чем а я о чем вот прямой связи нету между тлей и этими самыми муравейниками муравейники учат убивать тех кому нужно на этом заработать они предатели или дураки они могут искренне это все купил партию этих помните коробочки с ядом или это партию вот этих самых как называется ловчик поясов купили теперь продать надо и они такую ненависть к муравьям вызывают тут же бежите покупаете то же самое или у нее уже заказывать так Вера Нижненовгород Семен Нижненовгород тоже почти нет коровского рука а более коровок действительно много возможно майское заморозки отрегулируют чисто да скорее всего так и было так Вера говорят что колорадский жук при ней был да так условно могут спать несколько лет позже да наверное так вот переждут плохие времена опять вылезут так ну что наверное мы все и закончили так что здесь написано заказать семена в каталоге жирного 23 год но уже на самом деле уже 24 год и через месяц два урожай поднимутся цены имейте ввиду так все давайте подоказывайте то что есть а вот сейчас все таки наверное не я а вы друзья доказали что залежала семена показали всхожесть лучше чем не залежала вот все вспоминает царство небесное значит нет все не буду не буду и не буду тут еще что-то пишется давайте послушаем давайте послушаем так контора пишет подождем если мне обычно участников становится больше 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 а летом меньше меньше понимаю некогда надо с колорадскими руками бороться вот так получается а вот она а вот это вот это получается что зашло почти половина значит значит ваше косточки на данный момент за 6 стоят где-то рублей 60 но если за 60 рублей вырастет дерево пусть даже не каждая ну пока 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 я вас поздравляю это успех это успех все больше никто не пишет будем заканчивать и так жду от вас заказа на косточке пока налетай пока я подешевела все сейчас мы с вами будем прощаться до свидания до свидания сибирикам спокойной ночи для левосточек ему у нас хороших снов вот и хорошего вечера европейцам и уральцам до свидания подпишись и господи от